Работы на улице Ваклюнчика велись более трех месяцев. За это время сотрудниками Севавтодора было положено 2 километра асфальтобетонного покрытия, произведена частичная замена бордюрного камня и нанесена новая разметка. Учитывая интенсивность движения на данном участке, ремонт вели только ночью. По словам подрядчика, трудности возникали из-за жары. Возле остановки Студгородок был некая пучина, провал. Мы с ней долго боролись. Выбирали грунт, заново застилали, полностью верхний слой снимали. Делали согласно графику. Затруднения были только в погодных условиях. Потом все технические подготовки мы сделали вовремя. Принимать работу у дорожников приехал глава Севастополя. За исключением небольших замечаний, объект прошел административный контроль. По словам Дмитрия Овсянникова, скорейшее выполнение ремонтных работ на этом участке было очень важным для всей транспортной сети города. Теперь, когда движение запущено в полном объеме, Севавтодор ускорит темпы по ремонту улиц Косарева и Декабристов. Объект, как вы видите, он открыт. Идет полноценное движение. Больше никаких работ, мешающих движению транспорта, не будет. Небольшие съезды, это работа одних суток, будут доделаны через 10 дней. Объект полноценно работает. В ближайшее время, кстати, мы выйдем на дублёра Стрякова. Улица Серафимовича по результатам торгов также будет определён исполнитель. Порядка 15 таких, где-то они маленькие, где-то средние участков до конца года мы должны ещё сделать. Тем не менее, жалобы со стороны автовладельцев всё равно поступают. По словам директора департамента транспорта Севастополя, многие водители недовольны тем, что на новых дорогах нанесена разметка, отличная от прежней. Мы получаем возмущённые обращения. Они где-то обоснованы, но в большей части не обоснованы. На самом деле это в противоречии с требованиями по безопасности дорожного движения. Кто-то привык там делать поворот на двор налево. Когда его лишили этой возможности, ну, есть недовольство. Но при этом мы обращения рассматриваем. Всего же за период с 2018 по 2020 годы на развитие дорожного хозяйства будет выделено 5 миллиардов рублей. Это позволит ежегодно строить до 10 километров новых дорог и ремонтировать до 40 километров действующих. Арсений Ковалевский, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя.